Что нужно для водного туризма? Катамараны, спальники, рюкзаки, палатки, посуда и многое-многое другое. Вот и у райские семьи, собираясь на сплав по Канде, взяли с собой все необходимое. Хорошее настроение. В любую погоду солнце, не солнце, ветер, дождевики, это обязательно, сами понимаете. Заряженный телефон нужен или на всякий случай все равно нужен. Ну и, соответственно, если какая-то аппаратура с собой есть, любой герметичный пакет. Мелочей много, которые надо предусматривать заранее. Главный транспорт для водного туризма – Катамаран. В его сборке участвуют все. Некоторые хоть и впервые на сплаве, но активно подключились к действиям. Решили с семьей как раз-таки выйти на сплав, будем жить в лесу два дня, вместе с мамой, вместе с сестрой маленькой. Ну вот, в общем, активный отдых вместе с семьей. Провести выходные спортивно-активно собрались почти 30 человек. С женами и мужьями, друзьями, детьми. Вместе веселее и интереснее. Замечательная история, потому что природа, единение, взаимодействие, неформальная обстановка, общение, отвлечение от какой-то городской суеты, проблем. Полностью мозг переключается, отдыхаешь. Замечательная история. Всем желаю, рекомендую. Николай и Наталья Дихановы сплавлялись каждое лето. Сначала своей семьей, потом с друзьями. А несколько лет назад начали организовывать походы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, с подростками, с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 20 лет походов оборудование устарело и уже не отвечало всем требованиям безопасности. Потому Николай написал проект «Семейные сплавы по конде» и выиграл грант-губернатора для физических лиц. На выделенные средства приобрели новые катамараны и весла, спальные мешки, палатки, рюкзаки и спасательные жилеты. Цель проекта – да просто сплочение людей. Все друг с другом знакомятся. Говорят о прошлом, о будущем. Ну все просто общение. Очень дружное времяпрепровождение. Пока плывешь, играешь в игры, разговариваешь. Пока надувают они, собирают катамараны, они же все вместе это стараются делать. И это сближает. Катамараны собрали, палубу установили, рюкзаки закрепили. Перед стартом – обязательный инструктаж, ведь безопасность каждого участника похода – первостепенная задача. Весла мы гребем, не деремся, не играемся в мячи, плывем. На каждом катамаране у нас есть аптечка. То есть, если что-то поранились, натерли мозольку, обратились, вам подскажут, расскажут. Первые команды готовы идти по воде. Впереди 24 километра водной акватории. Ночевки на берегу, душевные разговоры у костра и вкусные обеды. За лето участники проекта «Семейные сплавы по Канде» ходили по реке четыре раза. И с каждой встречи появлялись новые поклонники водного экстрима. Самые юные туристки уже делятся воспоминаниями. Мы грибли веслами, и мы когда приехали, то я еще играла в мяч. Еще мы играли с собакой. Мы ей кидали в озеро палку, и она за ней плыла. Мне очень понравились бусерброды с бирконом. Мы спали, нам было очень тепло и уютно. Я научилась делать палатки. Так у райские семьи закрыли сезон сплавов по Канде. Организаторы уже готовят новые маршруты на следующий год. Лизавета Порнова, Александр Кашкин. Наши города.